Здравствуйте, с вами Павел Басманов и Вадим Кострюков. Сегодня мы хотим вам ответить на ваши вопросы. Как вы знаете, недавно вы отвечали на опросник, и вот после этого мы сделали небольшие выводы, слишком много вопросов, и мы решили записать в видео ответы об этих вопросах. Но прежде чем начнем мы отвечать на эти вопросы, я хочу вам сказать небольшую новость. 16 мая у меня день рождения, и в честь этого мы делаем скидку на наш продукт 30%. То есть наложенным платежем, если вы заказываете наш курс, он будет стоить 1365, и в электронной версии, если вы заказываете электронную версию, она вам обойдется всего в 1092 рубля. Для вас это выгоднее, вы платите и тут же получаете курс, то есть вы его сразу начинаете просматривать и учиться тем, что мы вам показываем. Ну что ж, давайте перейдем к нашим ответам. Посмотрим, что у нас результаты опроса. То есть прошли наш опросник на данный момент 358 человек. Как мы видим, 73% сказали, что понравилось, 20% скорее да, 5% затрудняемся ответить, и 3% скорее нет. Ну, как мы видим, что наш мини-курс очень нравится. Также мы вот здесь задавали, будете вы рекомендовать наш мини-курс знакомым. Как мы видим, 65% да, 24% скорее да, 6% затрудняюсь ответить, 3% скорее нет, и 2% нет. Ну, это нормально. Также был задан вопрос, что вам понравилось, опишите своими словами плюсы курса. Все очень хорошие отзывы, то есть мы выложили в нашем блоге. Вот, как вы видите, здесь блок курса DVD и отзывы. Все ваши отзывы находятся здесь. То есть я их выкладываю полностью в свободном доступе. Дальше посмотрим. Дальше мы видим, что вас разочаровало в нашем курсе. Напишите минусы, если они есть. К этому блоку вопросов мы попозже вернемся. Сейчас самое интересное, какие уроки вы хотите получить в будущем. Напишите несколько вариантов. Здесь, в этом блоке, очень много было именно вопросов. Ну, вот мы сейчас к ним перейдем, будем отвечать. Но прежде чем перейти к этим, я вам еще раз хочу напомнить, что для связи с нами вы должны писать в службу поддержки, вот здесь внизу на главной странице. То есть вы перейдете на эту службу поддержки, и здесь вы можете задать любой вопрос, которым мы, естественно, ответим сразу же практически. И еще один момент. Кто курс не получил по каким-то причинам, то есть какие-то уроки вы не получили, как-то почта сработала или еще что-то в этом роде, я вас тоже прошу написать в службу поддержки. Ну что ж, давайте перейдем все-таки к ответу на ваши вопросы. Вот перейдем. То есть какие уроки вы хотите? Ну вот давайте посмотрим. По работе с Windows 8. Ну, естественно, мы и пишем по Windows 8. Да, в основном мы и пишем. Падежи. Непонятно вообще, о чем вопрос, какие падежи, не знаем. Побольше узнать о партнерских программах. Ну, здесь тоже интересно, какая партнерская программа. Если вы хотите с партнером нашего продающего курса, то есть ссылка. Да, можно напрямую с нами связаться и поговорить об этом. Совершенно верно. Ну, как вернуть пуск и кнопку выкол. Сейчас появилась кнопка выхода системы. И вообще, как вернуть кнопку пуск. Это в нашем платном курсе. Да, соответственно, она там есть. Хорошо описано. Стоит купить и посмотреть. Ну вот, доходчиво. И главное, просто рассказать, как создать свой прекрасный сайт. Извиняемся, сразу говорим, что это не наша направленность. Какие-то миллионы зарабатываете, какие-то несчастные сотни рублей. Вы, наверное, не в ту рубрику обращаетесь. Извините. Ну, любые. Понятно, мы все делаем. Как правильно чистить компьютер от вирусов. В мини-курсе у нас был урок об авасте. И там было все рассказано, как очистить ваш компьютер от вирусов. Ну, и точно так же в платном курсе у нас по авасту есть отдельный урок. Да, совершенно верно. Ну, перейдем на вторую. Ну, опять-таки, что такое виртуальная машина? Для чего она нужна? Образы диска и всякое такое-такое. Это, опять-таки, есть в платном нашем курсе. Ну, опять какой-то создал блок. Получите по его раскрутке. Опять, мы не сэвошники. Извините, не в ту ветку. Так, теперь вопрос такой. Как скачивать, когда и где найти программу, которая откроет скачанный файл? Ну, вот видно, что человек сам пишет, не знает элементарных вещей. Ну, уроки, конечно, мы будем присылать, как он просит. Ну, и, собственно, в наших уроках мы показываем, как мы скачиваем наши программы. И, то есть, вы видите, как это все элементарно, собственно, буквально в два клика. Ну, опять-таки, вопрос по дизайнерскому искусству. Опять не в ту ветку. Про антивирусную защиту у нас есть урок в бесплатном. Я не знаю, почему вы его не поучили. Напишите в службу поддержки. Он и в бесплатном, и в платном курсе есть. Обязательно стоит посмотреть. Да. Про оптимизацию ПК. Урок уже готов. Скоро мы напишем к нему текст и выложим. То есть, он будет. Ну, да, он готовится к выходу. Также, как определить, какую нужно применить программу для открытия неоткрываемого файла. То есть, вы смотрите его расширение, то есть, после точки, там, какой-то там, exe, dbt и всякие возможные расширения. Просто забиваете, как открыть файл с помощью какой программы, такого-то расширения. И вам Google выдаст любые программы какие-то. Ну, и второй вопрос. Возможно ли запись аудио на диск с помощью микрофона на ноутбуке? Да, возможно. Есть встроенная Windows программа, которая видеомаркер, вроде бы, называется, да? Там есть, если просто аудио, то можно, в принципе, обычной звукозаписью заняться. То есть, записать, как на диктофон, этот звук, и потом записать на диск уже, как бы, через программу записи дисков. Да, которая есть встроенная Windows 7 и 8, естественно. Ну, все, перейдем дальше. Так, ну, тут Total Commander. Да, в будущем мы, возможно, напишем о Total Commander урок, как им пользоваться, для чего он. Ну, единственный минус, он у нас платный. Да, об этом мы, навряд ли, это нам нужно приобрести эту программу, купить ее. Естественно, это нужно какие-то деньги. А мы, в основном, у нас вся направленность бесплатно. То есть, мы найдем альтернативу и покажем вам. Так, видеоурок по работе с программой-чистильщиками. Я еще раз повторяюсь, урок будет обо всем. Он готовится, скоро будет выход, ждите. Да. Восстановление системы после сбоя. Опять-то я вернусь. У нас это в платном курсе. Все, есть полностью. Как и что нужно делать. Ну, тут Windows 8 начальный, как бы. Так, уроки по настройке серверов. Windows Server 2003 и 2008. Это вообще интересно. Конечно, это мы знаем. И как сервера настраиваются, и как домен, что такое лес и все такое прочее. Но напишите с уже поддержки, что вы хотите. Ну, мы ответим. Ладно. Ну, как говорится, все в пределах разумности. Так, вот мы видим, как установить на ноутбук с Windows 8 старую Windows XP 7 с другого компьютера. Сделать, в общем, почту, документы и большинство программ и приложений. Да, довольно-таки интересный вопрос. Зачем вам устанавливать Windows XP и Windows 7? Если вы можете его оставить в Windows 8. Ну, и опять-таки, я вернусь у вас в платном курсе. У нас есть, что такое виртуальная машина. И на виртуальную машину вы можете поставить и XP, и 7, и любую операционную систему практически. Ну, и с другой стороны, мы как бы сейчас обдумываем урок о установке драйверов. И, соответственно, там уже будет возможность переустановить. И, использовав наш старый курс и вот этот новый урок, в принципе, все возможно. Ждите, когда-нибудь он будет. Ну, вот, по созданию рингтонов, хочу программу мобильный создатель рингтонов. Опять не в ту ветку, мы не по рингтонам. Больше материалов по семерке и по ремонту ПК. Да, мы будем работать над этим. И под семерки по ремонту ПК у нас уже есть планы. Скоро, если вы будете с нами, вы потихоньку будете получать небольшие уроки. Ну, я тут открою немножко завесу тайны. То есть, готовится у меня достаточно объемный курс именно по сборке, ремонту ПК, диагностике. Ну, пока он в стадии записи, поэтому, как только появится, вы обязательно об этом узнаете. Да, по системному администрированию. Ну, мы, как видим, здесь опять вопрос из сферы Windows Server и тому подобное. Опять-таки, ребята, здесь, как бы, ну, пишите, ответим, что сможем, как говорится, опять в пределах разумности. Ну, а уроки об этом писать просто слишком обширная тема, вот я даже не представляю. Да, потому что, какой по системному администрированию, что у вас конкретно интересует. То ли база данных, то ли установка, то ли домен, то ли VPN-канал, о чем, непонятно. Да, ну, вот, так, тут нам спасибо написали, вам спасибо. Так, рекомендация, вот как раз по проблемам железа. Это, как вот сейчас говорил Вадим, то есть, готовится к курсу, стадии записи. Это все будет у нас позже. Так, какая завела какой-то финсос. Да, программы какие-то очень много интересные. Я вам могу просто один раз сказать, чтобы больше к нему не возвращаться. Прежде чем установить какую-то программу неизвестную, забейте отзывы об этой программе. Что такое, что это за программа, сколько она вообще на рынке находится. Если она полгода назад выпустилась, естественно, она с багами, то есть, с какими-то ошибками. Пока подумайте, прежде чем ее что-то устанавливать. И вот, как я вижу, у вас проблемы аж до чистки в реестр, где нужно. Реестр, опять-таки, не нужно самому лезть в эти ветки реестров. Вы так направите. Как говорится, вот сейчас урок будет на следующей неделе. Вы увидите, как исправить ваш реестр. Ну вот, то есть, об этом вы увидите. Посмотрите. Опять вот, по изучению реестра, все будет в этом видео уроке. Перейдем дальше. Восстановление файлов, папок, ошибочно удаленных, минимальное количество программ для нормального и обычного пользователя. Ну, опять-таки, я могу сказать, что у нас готовится мини-курс по жестким дискам. То есть, разбивка, удаление, восстановление, образы и все, что такое прочее. И восстановление файлов, папок и ошибочно удаленных, там тоже будет. Ну, а по минимальному количеству программ, я думаю, вам надо смотреть наши видео уроки и, соответственно, сделать выбор о том минимуме, который необходим вам. Пользователи все разные, кому-то хватает трех-пяти приложений, а кому-то и 150 мало. Ну, вот, меня интересует обновление BIOS. Ну, BIOS, я вам могу сказать, зачем вам нужно его обновлять. Если он, как бы, ваш компьютер полностью стандартный и все работает, я вам не советую просто лезть со старыми компьютерами, у которых нет такой утилиты под Windows для обновления BIOS, именно, то я вам просто не советую этим заниматься. Не нужно вам. Вы просто можете напортачить так, что вообще убьете материнскую плату. Но с новыми компьютерами, с новыми материнскими платами, ноутбуками, там есть утилита уже для обновления BIOS. То есть, она сама обновит, сама перезагрузит, никакого вашего вмешательства не будет. Так что, я вам пока не советую. Ну, об этой утилите, конечно же, будет в нашем новом курсе. Да, мы об этом напишем, расскажем. Так, ну вот, опять продолжим подключение фотоаппарата к компьютеру. Ну что, вы подключили его, перенесли, скопировали, вырезали из флешки там SD-карты, перенесли и опять воспользовались нашим бесплатным уроком Picos от Google. Там можно как раз уменьшить, увеличить, выделить фрагменты и переслать в любую соцсеть. То есть, вы маленько невнимательно, наверное, смотрели, можете воспользоваться этим ответом. Или, может, до вас не дошел этот урок, тогда нужно к нам обратиться. Да, в службу поддержки напишите, мы вам обязательно вышли этот урок. Ну что тут еще? Работа с виртуальными дисками, как можно на них загрузить операционную систему. Если интерес мой совпадает с вашими планами, появится по этой видеоуроке тематики, буду очень рад. Ну, наверное, тут с виртуальными дисками это, как бы, Diamond Tolls, наверное. Ну, как бы, реально, да. Больше, да, Ultra ISO, там вот эти все создания виртуальных дисков. А в основном это нужно для игр, как вот я понимаю, виртуальные диски, чтобы создавать. Да, можно скачать игру, загнать ее в виртуальный диск и играть. Но Diamond Tolls, она бесплатная совершенно, то есть, вы можете ее использовать. Вполне возможно, запишем скоро урок. Да, наверное, запишем, скорее всего. Неплохая идея. Да. Спасибо вам, кстати, за этот вопрос. Ну, опять, обучение в настройках ПК, ОС и настройки биоса. Мы уже об этом отвечали. Так, создание роликов, программы, улучшающих работу компьютера. Ну, по поводу роликов. В основном все платные программы для создания роликов. Есть парочку бесплатные, но они, к сожалению, на английском языке. Если, как говорится, вам охота на английском языке, мы вам покажем. Есть Windows 8, уже специальное приложение, но оно платное. То есть, вы можете в нем попробовать. Оно как свободно скачиваемое. Его можно установить, но нельзя сохранить проект. То есть, вывести какой-то ави-файл. Я попозже, наверное, запишу все-таки об этом уроке, потому что программа очень замечательная, очень красивая. Простота в управлении. То есть, но она, к сожалению, платная. Так, улучшающую работу компьютера на это мы отвечали уже. Перейдем дальше. Ну, работа в Mac, ОС и Linux. По Linux мы потихоньку уже начинаем писать. В нашем платном курсе, на самом деле, в текущем есть, в принципе, основы установки и работы в Linux. Ну, это как бы минимальные знания, которые там нужны. Ну, а в принципе, пошире и поглубже эти обе темы, я думаю, в будущих уроках мы обязательно затронем. Ну, да, конечно. Все зависит от вас. Если вы лайкайте на блоге наши видеоуроки, то есть, говорите в соцсетях, то есть, плюсики ставите нам. То есть, нас больше народу знает. Если вы их не ставите, естественно, у нас интереса тоже больно такого нет. Так что лайкайте нас, лайкайте. И мы, чем больше у нас лайков, тем больше у нас желания записывать что-то свежее. Совершенно верно, да. Так, ну, хотелось бы получить урок про вирусы, трояно-шпионские программы, как найти их и удалить с ПК. Урок полезных программ. Ну, про это мы уже говорили. Есть Аваст и еще об одной программе уже готовится урок. То есть, уже говорили ранее. Так, плюсы-минусы Windows 8 слабые места. В чем преимущество 7 на 8, если такие имеются? Сразу могу сказать. Многие, прежде чем скачивать уроки или смотреть, пишут то, что у меня Windows 7 и, типа, мне эти уроки не подходят. Я вас хочу разочаровать. Практически все программы, которые мы используем, можно использовать и под Windows 7, и под XP. Наверное, все-таки обрадовать в таком случае. Даже обрадовать. Да, даже обрадовать. Вот. Так что, все программы, вот в основном только приложения, которые я устанавливаю и рассказываю вам через Windows Story магазин, то да, там нужна Windows 8. Все остальное отлично работает и под Windows 7, и в большинстве своем даже под XP будет работать. Ну, подробнее о CPU данная частота память. Это мы сейчас в конце урока нашего видео ответов. Мы это вам покажем. Что и как мы вам все покажем. Перейдем далее. Ну, тут хотелось бы узнать о работе в интернете. Необходима достаточно перечень программ более подробно о поиске, что должен знать и уметь пользователь ПК. Вы, наверное, некоторые не уловили то, что 7 уроков, которые это... Как раз и есть такой необходимый минимум, который вам нужен и вас обезопасит от всех невзгод практически. Если, как говорится, не перелить. Если у вас тот же самый АВАЗ будет постоянно включен, и он вам сразу скажет, что туда нельзя переходить, туда нельзя переходить. То-то не открывайте. Естественно, вот это и есть, как бы, минимум. Ну, подробнее о поиске тут вообще в Google забивайте, ищите, как бы, тут все, машина работает. Ну, структура папок на компьютере, и как скачать фотографии на компьютер. Опять-таки, мы вам об этом говорили. Тут вообще все просто. Ну, хотелось бы узнать с нуля. Знакомьтесь с Windows 8, его интерфейс с приемом работами. Опять-таки, я повторяюсь этого, есть все в платном курсе, да. Также защита от вирусов, очистка компа. Защита от вирусов у нас есть в бесплатном уроке. Очистка компа скоро я в блок выложу. Так, вот все. И тут, вроде бы, еще какой-то интересный большой вопрос. Более 20 лет пользуются компьютером. Вроде неплохо с ним, знакомо, но, к сожалению, техника не стоит на месте. Новое обеспечение. Так, это музыкальные композиции, аранжировка, мебельная промышленность. Ну, у вас кругозор, конечно, большой. Опять, немножко не в ту ветку. Все эти программы, музыкальные композиции, аранжировки и мебельная промышленность, вообще в том числе, они все платные программы. Есть, опять-таки, бесплатные аналоги. Вот, в качестве именно проектировки корпусной мебели. Она полностью на английском языке. Поищите через Google, Яндекс, там какие-либо поисковые системы. Они есть. Так. И будут ли работать программы Windows 8, работающие в XP? Да, в основном все новые версии, которые программы, они уже обновились, они будут все работать в Windows 8. Еще раз хочу напомнить, то, что у Windows 7 и Windows 8 ядро одинаковое. То есть, все программы, которые работали у вас в Windows 7, они будут работать в Windows 8. Еще раз напоминаю. Ну, а для программ, которые работали в XP, неожиданно не заработали у вас в этих новых версиях Windows, там есть режим совместимости. Может быть, небольшой какой-то ролик мы запишем на эту тему. Да, наверное, запишем какую-нибудь DOS-овскую программу мы возьмем и, наверное, вам покажем, как это все запускать. Ну, давайте еще раз здесь посмотрим. Здесь настройка Firewall, локальная сеть. Попозже мы об этом напишем. Чуть поподробнее о Metro. Это тоже повторяемся в платном курсе. Так, работа с Apple MacOS. Наверное, попозже тоже опять у нас готовится проект уже по записи курсов по планшетам. То есть, будут курсы по планшетам Android на базе Android и на базе MacOS на базе планшета iPad 4. То есть, все это в будущем, это будет описано, рассказано, что и как. Так, ну, тут что еще? Перенос виндовских папок на другой диск оптимизации ООС. Опять-таки, это у нас есть в платном курсе в качестве бонуса. Там есть урок по установке Windows 7. Я там рассказываю, как защитить свои папки от удаления при восстановлении вашей операционной системы. Про BIOS мы уже опять говорили. Так, курсы не только с видео и с текстовым вариантом. Да, мы сейчас начали тоже писать помимо видео текстовый вариант. Естественно, мы будем описывать, потому что некоторые видео недостаточно. То есть, может кто-то хочет скопировать себе отдельно и все такое. Ну, распечатать на принтере и что-то выполнять в тот момент, когда компьютер занят, на нем все происходит, видео смотреть нереально. Да, наверное, будет текстовый вариант. Да, текстовый вариант будет. Ну, BIOS опять не говорили. Виртуальная машина, опять-таки, повторяюсь, в платном курсе у нас. Человек, если даже прошел курс, начинал с Windows 3.1. Большущее ему спасибо. Молодец. Последнее дело ликвидации безграмотности. Так держать. И вам спасибо. Так, был вам благодарен. Видеоуроки по установке двух систем на один жесткий диск Windows 7 и Windows 8. Опять еще повторяемся. Если у вас стоит Windows 8, вы ставите виртуальную машину и туда ставите Windows 7. Все. Общие папки, весь интернет и все работает. Опять-таки, как говорится. Так, неотложная помощь при сбоях работы ПК при загрузке. Ну, тут такое... Да, будет, наверное. Это, опять-таки, мы возвращаемся в то, что у нас будет мини-курс по жестким дискам, неотложной помощи у Вадима. Да, у меня технически именно будет курс там со стороны настройки железа и, как бы, можно будет эти проблемы диагностировать уже после этого курса. Да, ну, продолжим далее. Перейдем на ваше усмотрение. Так, по настройке Windows, резервные копии, точки восстановления, откаты. И все такое прочее. Опять-таки, это все в платном курсе у нас есть. Работа с торрентами. Ну, с торрентами я не знаю. Мы практически не работаем с торрентами. Есть. Мы работаем только с бесплатными программами, которые в свободном доступе. И нам торренты абсолютно не нужны. Ну, как конвертировать AVI и другие видеофайлы в DVD? Какой программой? Ну, если, как говорится, комментарии будут там, то, что хотят люди еще именно эти программы, мы запишем. Естественно, она опять будет английская. Русскоязычной бесплатной программы нету, к сожалению. Ну, на англоязычной мы можем показать. Собственно, там делается буквально в два-три клика. Также, допустим, для iPad и для Android есть программа специальная для конвертации. Она, кстати, совершенно бесплатная абсолютно. То есть, мы попозже об этом напишем. Так, повторюсь про Macintosh. Это опять-таки... Ну, Macintosh, я еще раз повторяюсь. Вы сами поймите, Macintosh стоит 80 тысяч. 80 тысяч, его нужно уже купить, согласись, да, Вадиму, чтобы вот... А мы бесплатная программа. То есть, ну, есть... Немножко другой уровень. Да, немножко другой уровень. Возможно, в будущем, если что-то мы как-то прикупим про Macintosh, то, возможно, мы напишем. Ну, как говорится, мы будем писать курс по iPad. То есть, практически они идентичны. Что-то как-то, да, на Macintosh там больше. Я с ними работал, и Вадим работал. Мы со многими, как говорится, операционно с этим работали. Ну, на основе вот этого курса по планшету от Apple, в принципе, можно будет, как бы, научиться работать и на ноутбуке, и на компьютере. Да, собственно, у них практически одинаковые функции. Так что, ничего страшного в этом нет. Перейдем далее. Так, конкретно пошаговые инструкции по созданию сайта. Опять не в ту ветку. Причем еще на U-Cost. То есть, если вы хотите, наверное, стоит в их техподдержку обратиться. Они, как бы, должны предоставить вам либо видео, либо текстовый какой-то вариант. Ну, явно не к нам. Да, точно, совершенно верно. Так, так. Так, с чеченнику, с интернет, как скачивать с интернет бесплатно программы, так и далее. Если они платные, возможно, такой, например, программа TimeUp утилита. Она платная, кстати. Я вам сразу говорю. Есть аналог, он чуть позже будет. Я вам покажу вот буквально на следующей неделе. То есть, на этой неделе вы увидите этот урок по программе. То есть, который заменяет полностью эту всю утилиту. А по поводу скачивания с интернета бесплатно программы, извините. Опять, не по нашу часть. Мы только бесплатный софт. Так, есть фотошопы. Фотошопы, опять-таки, не к нам. То есть, это вы можете обратиться, допустим, я знаю известного автора Басманов Максим. Ну, да, этот мой брат. У него очень много курсов. По фотошопу вы можете перейти на его блог. То есть, Басманов Максим задать в поиске. И по фотошопу там от начинающих до профи. Все вы там можете увидеть. Небольшая такая рекламка. И, как и так, уроки по неочевидным полезным функциям. Да, конечно, мы их пишем. Вы их каждую неделю видите. Будем писать. Все о самом интересном. Перейдем далее. Так, восстанавливать файлы с разных носителей. Об этом мы говорили. По MaxAffa Security Scan Plus. Я, на самом деле, не вижу смысла даже о ней урок писать. Да, вообще. В принципе, те антивирусы, которые вы ставите, вполне достаточные. Можно его вообще, в принципе, не использовать. Не, ну, наверное, потому что он это, скорее всего, то, что он со всеми программами предоставляется бесплатно. Нужно, не нужно, как бы, и сует в себя. Если у вас нормально работающий антивирус, смысла ее даже скачивать и запускать нет. Если у вас ненормально рабочий антивирус или нет антивируса, я думаю, следует озадачиться поиском такового, а не скачивать одноразово вот этот MacAffa, который не всегда помогает. Да, совершенно верно. Ну, компьютерная сеть и настройка. Это, опять-таки, Вадим пишет об этом курс. Опять повторяемся. Так, Access 2013. Связь между таблицей создания запросов, пример запросов. Не в ту ветку. Не в ту ветку. То есть, об Accessе. Это есть отдельные курсы. И вообще, я считаю, Access, это, как бы, есть help, справка. То есть, он полностью на русском языке. Если вы уж купили Access, как говорится, в составе офиса, там, если не ошибаюсь, он стоит где-то около 9 тысяч рублей, где-то около того, да, то я думаю, справка там есть. Документация там порядочная, есть там что читать и учиться. Так что я не вижу смысла об этом вообще что-то писать. Ну и урок получится на несколько суток на самом деле. Да, да, да. Так, ну, фотографии, музыку. Появляются фотографии различной конфигурации. Поучить занятия по работе в фотошопе, нарезать музыку. Ну да, понимают то, что есть, как говорится. Наверное, скорее всего, тут больше желание пользователя создать свою, типа, видеоколлекцию. То есть, из фотографии, из музыки. Да, что-то такое. Что-то такое, наверное, есть. Ну, как говорится, посмотрим, как говорится, найдем эту программу. То есть, не то, что найдем, она есть, собственно говоря, бесплатная. То есть, ну, покажем. Для Windows 8 мы точно покажем. Для Windows 7 и XP, кто, посмотрим. Как говорится, все зависит от ваших отзывов. Также можно к вам обратиться, как к удаленному помощнику. Это, конечно, интересно. Да, пишет меркантильный вопрос. Пишите в нашу службу поддержки. Ну, мы ответим, как говорится. Ну, тоже частично, конечно, ответим. Не полностью вам распишем, как это все наладить. Но можем ответить. Все, как минимум, в рамках разумного. Да, да, да. Ну, еще также могу сказать по поводу этих вопросов. Если вы покупатель нашего курса, не забывайте, что у нас есть 3 месяца поддержки, то есть, полностью закрытого форума, который никто не видит. То есть, вы задаете вопрос, только мы видим ваш вопрос, и мы, естественно, только отвечаем. Больше никто его не видит. Естественно, мы на него отвечаем полностью. Ну, перейдем далее. Так, уроки по работе в фотошопе. Опять, Басманов Максим в поиске. Аналоги платных программ. Ну, собственно, об этом мы и решим. Совершенно верно. По большей части все наши уроки только об этом. Да. Ну, тут дома возникает, как распечататься с мобильного фотку. Ну, тут вообще все просто. Вы также мобильный телефон подключаете к своему компьютеру с помощью USB кабеля и отправляете. Так, Wi-Fi. Залить в ноут планшет. Ну, если у вас ноут и планшет андроидовский, то, скорее всего, из наших бесплатных уроков можно использовать Dropbox, который вы поставите и на планшет, и на компьютер, и он автоматом будет перекидывать. Об этом точнее будет в нашем курсе по планшетам. Да. Мы об этом подробнее распишем. Ну, собственно, даже в платном курсе у нас есть облачное хранилище, полностью все плюсы и минусы любого облачного хранилища. Под Android, я знаю, точно есть гугловские, яндексские приложения, Dropbox. И SkyDrive вроде бы уже появляется, вроде как я видел о новостях, то, что будет тоже SkyDrive. Так, ну, работа с образом индийским, мы об этом говорили. Графический редактор, это опять, наверное, имеется в виду Photoshop, я так понимаю, или еще какие-то программы. Ну, в крайнем случае, может быть, мы про GIMP напишем. Да, наверное, мы можем GIMP написать, но не то, что, как работать в нем, как эта фотография. Он будет обзорный, да, хорошая русская помощь, и вам надо будет просто посмотреть, как его поставить, и вот, как бы, для начала дальше уже, к сожалению, мы, как бы, не художники, не видеоредакторы, не фото-редакторы, поэтому описать уже именно по работе, скорее всего, вам придется разбираться самим в этих вопросах. Да, уроки по безопасности компьютера, например, какие службы можно включать, какой фаервол устанавливать, и как его настроить по поводу фаерволов, мы попозже будут тоже уроки, мы о нем напишем. Так, ну и все тут, как бы, так, на этом мы пока первую часть заканчиваем нашего видеоопроса. Смотрите нас во второй части. До свидания. До свидания.